всем привет с вами артем абрамович и вы смотрите канал финты wordpress а это у нас будет видео топ 5 лучших бесплатных тем ну по моей версии естественно у каждого человека она своя у меня своя и я вам покажу те темы которыми я пользовался которые мне понравились и которые я рекомендую всем к установке но уже все прекрасно знаете да что выбор темы для сайта это тот же самое что вы решение буриданова осла в итоге получается такая билиберда что не сказки сказать не слух произнести итак начнем пятый номер тема социал вирал от команды my ten shop не помню я показывал или нет но даже если не показывал посмотрите тема хорошая простая ну естественно респонсивная идеально подойдет для каких-то блогов порталов но принципе здесь все темы до предназначены да именно блогов ну или каких-то статейников статейных сайтов то есть это не коммерческие темы ну и из них конечно можно сделать коммерческие варианты но не совсем они подойдут чем хороша эта тема в принципе в нее уже много всего готового единственно по моему точно не скажу да ну по моему бесплатной версии там нет поддержки google шрифтов ну это вообще делается элементарно посмотрите видео на канале там плагин поставили будет вам поддержка google шрифтов а так базовая себе базовый весь функционал уже есть вон те же самые похожие записи всякие виджеты даже места предназначены для рекламы тоже уже присутствует хорошая тема рекомендую на этой же теме был мною сделан вот этот вот сайт то есть как видите все рабочие сайт кстати довольно быстро и тема быстро рекомендую тема номер четыре называется она color mac тем grill ну я не знаю я эту команду честно говоря не знаю но вот именно эту тему я ее пользовался очень интересная тема особенно подойдет новостным сайтам но она принципе заточена такая да под новостной вариант новостной и или ну блоговая здесь сразу сидит слайдер сидит вот такая штучка не знаю как-то галереи называть то есть все это настраивается чем мне понравился тема особенно что здесь можно настроить цвет рубрик каждой рубрики для главной страницы можно задать свой цвет ноут как видите да то есть вот здоровье фэшн спорт там и так далее разные всякие варианты это первый момент второй момент что все вот эти макеты рубрики выводится через виджеты довольно удобная вещь ну грубо говоря как это сделано то есть зарегистрированы в области виджетов да и вы просто выводить на странице вывода вот именно такими разными блоками в бесплатном варианте существует два вида блоков вывода ну точно такой вот блок большая картинка записи и дальше идут маленький вот такой вот блок платный там по моему что-то блоков больше ну и вариантов больше в принципе тема готова под использование поставили дальше все делать даже тоже уже есть всякие похожих записи и так далее вот это кстати тоже присутствует уже сразу теме ну как это выглядит на реальном сайте это вот вот так вот примерно с толком . ком этот сайт я настраивал ну как видите да вполне себе неплохо все красиво работает чем еще хорошо для рекламы здесь то есть вот можно после каждого этого вставлять рекламу сколько хотите то есть тоже очень удобно тема номер три небезызвестный всем тема human я не раз про нее говорил на своем канале у меня там сайтов 5-6 наверное и собрал единственный момент что я собирал на старой старой версии на предыдущий там такая история да то есть вот этот первый разработчик тема которого зовут александр агнарсон я так понял он то ли продал то ли отдал права на эту тему другой команде называется она пресс кастомизирую есть такая тема тоже кастомайзинг как-то так называется читаю все почему-то любит у меня на категорически не нравится и внешним видом и функционалом как по кривому все сделано там на ней ну так вот александр поддал вот этой команде права на эту тему принципе там ничего не изменилось да я не знаю наверное это единственная тема в интернете вот готов в которых присутствуют столько настроек что не всякая премиум тема может похвастаться таким количеством настроек настраивается все да ну как видите здесь вот темный что темная шапка всякие вот эти все цвета все настраивается включается выключается вот этот слайдер тоже включается выключается есть поддержка всяких разных сайт баров да то есть там два сайт бара три сайт бара два сайт бара слева два сайт бара справа там или один сайт бар широкий только слева или только справа дополнительные сайт бары и всякие поддерживаются но я говорю то есть не всякая премиум тема столько настроек поддерживает. Единственное, что я хочу сказать, рекомендую всем эту тему к использованию. Единственное, у этой темы есть такие заморочечки с шрифтами, но, как правило, они все решаются там на раз. Там есть кириллические шрифты, пара кириллических шрифтов, которые она поддерживает. И второй момент, когда тему отдали вот этим разработчикам, у нее теперь все настройки идут не отдельной странице, а через кастомайзер. Кастомайзер это такая штука, то, что называется вот это настроить, это и есть кастомайзер. Очень рекомендую тему к использованию, благо там у нее сейчас скачиваний очень много. Десно, а если вы будете скачивать, скачивайте полную версию. Здесь почитаете, здесь можно скачать облегченную версию, где поменьше настроек, и полную версию, где побольше настроек. Там разницы особо нет, но чисто по удобству она поинтереснее. Тема номер два. Это, естественно, Александр Агнарсон, и тема называется Контраст. Очень мне понравилась тема. Настроек столько же, как и в Хюмане. Единственное, сделана она немножко по-другому. Тут дизайн немножко другой, и не всем понравится вот этот вот темный сайдбар. Но, с другой стороны, я недавно показывал, как можно сделать с ней дочерку, этот весь сайдбар перекрасить, там в какой цвет хотите такое перекрашить. А так, очень интересная тема. Сразу есть много готовых настроек, вплоть до даже вот кнопок поделиться, которые в плавающей панели они бывают. Ну, в принципе, во многом она сделана на подобии Хьюмана. Ну, вот она мне вот именно честно внешним видом, она мне больше понравилась. Ну, и, наконец, лидер моего топа. Идеальная тема для блога называется Basic от команды WP Puzzle. Я ее уже один раз вам показывал. Можете посмотреть. Это идеальная тема для блога. Идеальная тема для какого-то новостного сайта. Простого, да. То есть, именно в блоговый такой вариант. Во-первых, что у них изменилось-то? Они, во-первых, перенесли все настройки в кастомайзер. Теперь это получается очень удобно. Посмотрите, ссылочка будет под видео. Посмотрите, как это все дело, все это быстро настраивается. Тема сразу встроена схема орг. То есть, вы блок развернули и уже не думаете, как бы не поставить микроразметку, добавить и так далее. То есть, очень много настроек. Да, там всякие сайдбары справа, слева по ширине и так далее. Все эти цвета тоже все настраиваются. Все настраиваются, места. Единственное, чего здесь нет, это вот места под рекламу. Ну, это дело уже десятое. С другой стороны, здесь уже есть сразу кнопки поделиться, сразу похожие посты есть. Ну, то есть, много чего есть, чего не часто встретишь в бесплатных темах. Очень рекомендую к использованию. Как это выглядит на реальном сайте, ну, это примерно вот так вот. Вот реальный сайт, сделанный на этой теме. То есть, в принципе, я тут даже, мне тут даже допиливать нечего было. Единственное, что я поставил, это плагин, который, да, для этих, для, да, похожей записи, плагин, ну, там какой-то простой поставил я, да и все, и не парюсь. Вот вам и все. Вот вам отличная тема для блога. На этом у меня все. Если у вас есть какие-то примеры хороших тем, пишите в комментариях. Будем посмотреть, разбирать. На этом я заканчиваю. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.